Эпидемиологическая ситуация на Брещене в норме. Такое обнадеживающее заявление специалистов открыло брифинг, приуроченный ко дню профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний. По наблюдениям сотрудников здравоохранения, массовая атака вирусом гриппа чаще всего приходится на период, который начинается с середины января и продолжается до марта месяца. Однако даже сегодня, учитывая так называемую гриппозную погоду с резкими перепадами температур и довольно высокой влажностью, количество заболевших гриппом снижается с геометрической прогрессией по сравнению с 2013 годом. В структуре заболеваемости острыми респираторными инфекциями мы особо выделяем грипп как наиболее тяжелое заболевание. Если говорить о цифрах, то в 2013 году у нас было зарегистрировано более 2000 случаев гриппа, а в 2014 уже всего 12 случаев гриппа. Все эти случаи проанализированы и установлено, что ни один из случаев, заболевших он не был привит против гриппа. Практика показывает, что вакцина, если не панацея от ОРВИ и гриппа, то гарант того, что болезнь не приобретет опасных форм и осложнений. К такому выводу пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения. Судя по цифрам статистики, в прошлом году в регионе было привито порядка 40% населения, в то время как за аналогичный период 2013-го в массовой прививочной кампании приняло участие около 37% населения. А это значит, что мнение о том, что грипп безобидное заболевание уходит в небытие, а приходит осознание того, что на самом деле он очень опасен и может повлечь за собой серьезные осложнения всего организма. 90-95% всех респираторных осложнений гриппа – это пневмонии, атиты, синуситы. Конечно же, бывают и более грозные осложнения, такие как инфекционно-тактический шок, развитие миокардитов, но это осложнения, которые, в общем-то, приводят к фатальным последствиям. Регулярное проветривание помещения, влажная уборка, соблюдение правил личной гигиены и, конечно, вакцина-профилактика. Эти меры должны иметь перманентный характер, проще говоря, быть правилом без исключений. Ведь, несмотря на обилие средств против простуды и гриппа, нужно помнить, что болезнь лучше предупредить, чем лечить. Поэтому уделять внимание профилактике – необходимые условия для сохранения здоровья каждого из нас.